здравствуйте мы снова продолжаем задание егэ разбирать и у нас сегодня 13 заданий егэ как сформулировано задание 13 определите предложение в котором не с выделенным словом пишется слитно раскройте скобки и выпишите это слово и даны тоже предложение только здесь вот в этом задании в 13 нужно в ответе написать слово в самом задании указано это не цифры 1 2 3 предложения а именно слово смотрим значит повторяем какие правила алгоритм выполнения заданий 13 формулировка задания предполагает что вам всегда будет необходимо найти слово которое пишется слитно с частицей не чтобы определить как писать правильно слитно или раздельно необходимо определить часть речи каждого выделенного слова вот это нужно знать обязательно часть речи 3 после того как вы определили часть речи вспоминаем правила правила русского языка после того как вы применили правила вспомните исключение из правил. И потом пятое. Ответ пишем. Итак, не с разными частями речи. Пишется либо слитно, либо раздельно. С разными частями речи. Как быть? Что делать? Знак вопроса. Посмотрим. Пиши слитно. То есть сейчас я вам покажу здесь в презентации два слайда, где указаны только правила, где нужно писать слитно. Итак, самое первое, самое важное правило это, если без не слово не употребляется. Тогда мы пишем слитно. Например, слово ненастье. Ну нет у нас такого слова в русском языке. Насте. Или нелепый. Лепый. Оно всегда у нас будет писаться слитно. Негодовать. Невзлюбивший. Ненавиде. Неукосмительно. Это первое правило. Без ней не употребляется слово. Значит, пишем слитно. Второе правило. Если можно подобрать синоним. Например, я не знаю, как писать неправда. Слитно, либо раздельно. Что делать? А если я подбираю синоним, неправда, ложь, значит, я пишу слитно. Это второе правило русского языка. Недобрый. Вот синоним. Злой. Негромко. Тихо. Третье правило. С отрицательными, неопределёнными местоимениями и наречиями. Некто, нечего, некогда. Мы знаем, пишем местоимение. Либо в одно слово, либо в три слова. Соответственно, здесь у нас будет сритно. Также четвертое правило. С полными причастиями. Мы с вами знаем, что причастие имеет форму полную и краткую. Если полная форма беззависимых слов. Обращаю внимание на слово беззависимых слов. Непрочитанная книга. Пишешь, пишется слитно. Пятое. При мнимом противопоставлении с союзом но. Обращаю слово на слово мнимом. То есть это не похоже на противопоставление, но на самом-то деле это не противопоставление. Например, смотрите. В ущелье там бежал поток. Он шумен был, но не глубок. Неглубок. Это не противопоставление. Поэтому здесь мы напишем слитно. Шестое правило. В сочетании со словами, усиливающими степень качества. Не веселый, весело. Седьмое. В глаголах с приставкой не до. Пишем слитно. Вот так мы вспоминаем каждый раз одиннадцатые классы, выпускники. Правила, которые мы изучали, учили в младших классах. И вот мы сегодня тоже с вами повторили эти правила. Когда слитно. А вот сейчас это раздельно. Тоже покажу вам два слайда, где раздельно, где слитно. Самое первое хорошее такое правило, это противопоставление. Если есть противопоставление, то пиши раздельно. Например, не правда, а ложь. Человек, конечно, может сомневаться. Как написать слитно, раздельно? Ложь, правда. Вот оно, противопоставление. Поэтому пишу я раздельно. С глаголами идеи, причастиями мы всегда пишем. Всегда-всегда раздельно. Но бывают слова-исключения. Без ней не употребляется. С краткими причастиями, с полными причастиями в обороте. Пиши раздельно. Также у нас вот местоимения. В три слова пишем. Раз, два, три. Раздельно. Усиливающее отрицание. Тоже раздельно. И в выражениях. Каких? Вот они на слайде вам показаны. Есть также такой алгоритм. Вот этот алгоритм вы можете посмотреть, использовать, если нравится. В интернете тоже есть. А употребляется слово без нее? Да? Нет. Идёте. Если нет? Слитно. Если да, смотрим. Какая часть речи? Если глагол, пиши раздельно. Но помним, исключение. Существительные прилагательные наречия. Смотрим на противопоставление. Есть? Нет противопоставления. Если есть, пиши раздельно. Итак, по ходу дела, по этому алгоритму, по стрелочкам мы смотрим. Это как маленький квест. Форма. Краткая форма. Полная форма причастия. Если краткая, пиши раздельно. Если полная форма, следующий пункт идёт. Да, есть противопоставление. Зависимое слово. Вот почему трудно с причастиями. И потом в самом конце приходим. Пиши раздельно или слитно. Вы можете воспользоваться этим алгоритмом, либо выучить правила русского языка. И у нас такой тренажёр есть. Ненавистный собеседник. Как писать? Слитно, раздельно. У нас слова нет, навистный. Поэтому первое правило. Без ней не употребляется. Пишем слитно. Не вспомнив о времени. Какая часть речи? Дейпричастия. А дейпричастия с ней пишем раздельно. И вовсе не сожалея. И если вы выполните вот эти задания, а потом себя проверите, вы можете так даже самостоятельно, сидя дома, подготовить себя на успешную сдачу экзамена. Здесь, посмотрите, вот даны ответы этого тренажёра. И возвращаемся опять к началу нашей презентации. Какой же будет ответ? Невнятный ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был задать ещё несколько вопросов. Смотрим на слово. Невнятный. Есть ли в русском языке слово внятный? Нет. Значит, без ней не употребляется. Пишем слово слитно. Но здесь нужно дальше проверять каждое слово. Итак, не успев. Не успев, дейпричастия. Поэтому пишем дейпричастия раздельно. Не слитно уже. Ответ не подойдёт. Не зажившими ранами. А вот это ещё зависимое слово. Если есть зависимое слово у причастия, то мы с вами помним, пишется раздельно. Так, здесь у нас не слышал. Не с глаголом пиши раздельно. Не осознавая, дейпричастия с не, пиши раздельно. И так, значит, ответом является слово невнятный. Да, всё верно. Ответом будет являться слово невнятный. Итак, вы можете в интернете очень много таких тренажёров, заданий. Вы можете себя проверить. Например, вот, слитно. Не исследованный участок. Никем. Никем. Значит, пишем раздельно. Зависимое слово. Не заинтересованному взгляду. Вот здесь уже надо подумать. Пишется слитно, либо раздельно. Напишем слитно. Неоправданный поступок кости. Ничем. Зависимое слово. Пишем раздельно. Не отредактирована. Краткая форма. Раздельно пишем. Недобрый, а злой. Противопоставление. Поэтому пишем тоже раздельно. И чем больше вы выполните заданий, чем больше подготовитесь, вы легко справитесь с заданиями ИГ. А здесь у нас тринадцатое. Смотрим. Не фамилия, а нянькина пословица. Пишется раздельно, несуществительным. Не мог, не с глаголом, раздельно. И не так часто, как любовь. Раздельно пишется, значит не подходит. Следующее. Невидящими глазами. Здесь смотрим. Да, подходит. Это у нас слово, которое пишется слитно. И вот видите, говорила Лидия, она не в голосе раздельно пишется. Значит, ответом будет являться вот этот вариант. Это слово. Есть также вот следующее задание. Чем больше типичных таких заданий вы делаете, тем лучше. Еще необдуманное решение пишется раздельно, потому что зависимое слово еще. Не широкой, но быстрой. Обращайте внимание, но. Вроде похоже на противопоставление, но это не противопоставление. Широкий. Широта и скорость, да, быстрая. Здесь пишем раздельно. Неблизкий. Отнюдь неблизкий. Вот у нас есть слово усиливающее отрицание. Пишем раздельно. И так вот вы можете таким образом по ходу дела, как я, рассуждать. Чем больше заданий таких раздела есть, ребята, выпускники дорогие. Вы тем больше, тем лучше сдадите экзамены. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok